Сегодня попалась на обзор вот такая вот монеточка, посвящена она национальной гордости Финляндии Яну Сибелиусу. Финны настолько сильно гордятся своим Яном Сибелиусом, что сделали этот день не просто день рождения, не просто день рождения Яна Сибелиусу, но и сразу финской музыке заодно вместе, все вместе вот такой объединенный праздник, такой общегосударственный, который отмечается как раз именно сегодня, 8 декабря. Праздник приурочен ко дню рождения великого композитора Яна Сибелиуса. Свой официальный статус он получил в 2011 году. С тех пор традиционно на флагштоках по всей стране 8 декабря поднимается государственный флаг Финляндии. Рожденный в семье, где разговаривали на шведском языке, юный Ян Сибелиус учился в финноязычной школе, с каждым годом все теснее сближался с культурой, духом, историей Финляндии и ее народа. Впоследствии эта культура сыграет огромное значение в творчестве будущего композитора, который уже к 10 годам широко проявил свой талант. Творчество Яна Сибелиуса еще при жизни признанного на родине национальным композитором и символами величия финской нации тесно было переплетено с финским национальным эпосом. Древние сказания, легенды послужили ему теми ориентирами, которые он прекрасно отразил в своей музыке, где отчетливо слышны голоса, дух и настроение эпических героев. Также прекрасно мне ощущается красота и суровость северной природы, прохлады лесов, озер, висящий воздух, гул, безмолвные тишины, исходящие от сказочной и завораживающей красоты. Считается, что природа Финляндии была для Сибелиуса неким энергетическим источником и музыкой, помогая отчетливо представлять картины из сказочной древности, происходившей некогда на родине композитора. Помимо Финляндии, наибольшую популярность при жизни композитора получил в Англии и США, где был признан многими критиками и слушателями любимым симфонистом. Значительная часть произведений Яна Сибелиуса не относится к числу всемирно известных и широко распространенных среди исполнителей, причин тому, по мнению многих критиков и музыкантов, языковой барьер обусловленный тем, что финский язык, на котором написаны многие хоровые произведения Сибелиуса, а также национальные культуры Финляндии малоизвестны и распространены. На родине же благодарные потомки, да и современники, еще при жизни композитора, увельговечили его имя, называя им улицы в городах по всей стране, парки, скверы. В столице Финляндии, Хельсинки, установлен памятник Яну Сибелиусу. Это место считается одной из главных достопримечательностей финской столицы. Памятник расположен в парке, также носящем имя композитора. Он представляет собой вертикально висящие в воздухе, скрепленные между собой металлические трубы, напоминающие одновременно и трубу органа. Поблизости расположена вторая композиция памятника, в центре которой бронзовая голова Яна Сибелиуса. Считается, что движение воздуха в трубах напоминает мотивы произведений финского композитора. Кстати, одно из этих произведений является неофициальным гимном Финляндии. Это вот то, что мы сейчас слушаем. Помимо памятников столицы, установлены памятники в других городах Хаменлини, где родился Яна Сибелиус. Кроме памятника можно посетить дом-музей великого финского композитора. Концертный зал в Лахти, носящий название Сибелиус Холла, ежегодно 8 декабря наполняется звучанием музыкальных произведений Яна Сибелиуса, которые, впрочем, исполняются в этот день не только здесь, но и по всей стране. В сентябре каждого года в Лахти проходит ежегодный музыкальный фестиваль Яна Сибелиуса, приуроченный к дате его смерти. Не менее торжественно отмечается день Яна Сибелиуса и финской музыки в главном учебном музыкальном заведении Финляндии, расположенном в Хельсинке, также гордо носящем имя прославленного национального героя. Произведение, которое мы сейчас слышим, называется «Финляндия». Я немножко помолчу, дам вам возможность немножко его послушать. «Финляндия» 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 «Финляндия»